В США уже всеобщее декларирование уже более 100 лет До последнего ходим, ходим, ходим Обязательно указывается, если у вас есть зарубежные счета Зарубежные активы И жена тоже должна указаться Жена тоже должна указаться И если даже 2 января разведутся, у жены все равно возникнут обязательства Чем богаче ты сейчас, тем проще тебе будет завтра Вопросы возникнут, когда ваши расходы превысят ваши доходы Это больше страх 2%, но у нас, кстати, есть еще ниже ставка, 1% Ну, будем так говорить, мы и так про вас все знаем Дина, вас еще называют мамой всеобщей декларации В кулуарах будем так говорить В кулуарах, да Спасибо, что придумали это все, так сказать, нашу головную боль Мы же уже несколько лет идем Даже несколько десятилетий идем к всеобщей декларации Да, концепция была утверждена еще в 2010 году А идея пришла еще раньше, по-моему, в 2005 году? Да, еще раньше, в 2005 году Но если смотреть с развитыми странами, в США уже всеобщее декларирование Уже более 100 лет Почему мы так долго раскачивались? Ну, это было связано, во-первых, с тем, что информационные системы Недостаточно были у нас оснащены Они все оцифрованы, были те же самые активы Поэтому это был сложный такой период перехода к тому, что все-таки мы начали это всеобщее декларирование А вы в комитете госдоходов сколько лет работаете? Вообще налоговых органов с 2000 года Ну, как раз уже, получается, не зря вас называют мамой Вы с тех пор, так сказать, потихонечку ведете Всеобщее декларирование я начала заниматься с 2018 года То есть это даже, ну, именно всеобщим декларированием До этого я, естественно, занималась администрированием ИНДС, информационными системами В следующем году все будут сдавать всеобщую декларацию, да? У нас всеобщее декларирование, да, специально разделено в четыре этапа Сейчас третий этап Сейчас идет третий этап уже, да В 2021 году у нас успешно уже прошел этап всеобщего декларирования Когда уже госслужащие и лица приравнительные со своими супругами Представили нам декларацию, входную декларацию об активах и обязательств В 2023 году у нас зашел уже квази-государственный сектор Это работники государственных учреждений со своими супругами И вот сейчас в этом году у нас заходит уже бизнес Бизнес должен зайти в этом году И в 2025 году уже оставшиеся все граждане нашей страны Ну, зная нашу казахскую ментальность, что мы любим всегда все сделать в последний момент Сейчас вот начало августа На сегодняшний момент сколько у нас уже? На сегодняшний момент у нас вот именно декларантов третьего этапа У нас 1,1 миллион человек уже представили декларацию Ну, это, грубо говоря, 47% То есть мы все-таки до последнего ходим, ходим, ходим Я так понимаю, где-то 10 сентября у вас будет такой поток, да? Да, который нежелательным, будем так говорить, да? Поэтому мы всегда рекомендуем заранее представить, чтобы люди спокойны Потому что сейчас период отпусков, правильно, каникулы у детей Люди уезжают отдыхать, забывают, что у них срок А здесь вот буквально уже 15 сентября, все, через 2 месяца наступают Я слышу о том, что если у тебя есть там условно квартира, машина, да? Это же все есть в базе, там ЕГОВ есть, да? Вы налоговики, все это видите То есть нужно вообще декларировать то, что вы и так видите Да, вот, кстати, да Движимость, автомобиль Если смотреть вот концепцию с 10-го года, в 17-м году, да? Это когда надо было, чтобы физические лица Мы все с вами отражали квартиры, машины, зарегистрированные в Казахстане, да? Потом вот мы уже в 20-м году изменили, да? Именно перечень, состав сведений, которые необходимо отразить в декларации И мы уже оттуда убрали именно активы, которые государство видит То есть квартиры, машины, которые зарегистрированы у нас в полномочных органах В ЦОН, да, естественно, все это поступает в налоговые органы Мы это видим, поэтому мы освободили уже физических лиц от указания В декларации своих квартир, машин Более того, налоговые органы уже давно, да, каждому все уже привыкли к тому Что мы исчисляем уже налог на имущество, предоставляем И пуш-уведомления отправляем, уже и в коммунальные услуги распечатываем Кстати, это очень удобно, это, кстати, очень удобно Да, мы стараемся сделать комфортно, да И чтобы было легко, удобно нашим гражданам Не больно, да Ну, не больно Не больно, потому что, когда ты не копишь условно, да, так налоги Вот, например, недавно я оплачивала налог на имущество, да То есть оно мне пришло как раз вот таки вместе с коммунальными услугами Я еще подумала, что это за коммунальные услуги меня в этом Увеличились, да Да, увеличились, думаю, что там у меня Посмотрела, смотрю налог на имущество Оплатила Зато, да, видите, как удобно все Хотя срок уплаты 1 октября Вы сейчас заранее оплатили, и все, и вы спокойно дальше живете В общем, смотрите, квартиру, машину, все, что мы имеем Дай бог, чтобы у каждого казахстанца это было Мы не декларируем, да? Правильно Тогда что декларировать? Договора доливого участия на строительство, да Если обязательно указывается, если у вас есть зарубежные счета То есть за пределами Республики Казахстан Если у вас есть деньги на счетах, то надо будет отражать, да Но опять же там для простых физических лиц Это если у вас в совокупности, да, по зарубежных счетах до 1000 МРП Не надо указывать Ну, бывает, да, у нас там зарубежные счета у кого-то там Ну, лежит там 10 долларов Их отражать, естественно, не надо Но если будет превышать свыше в совокупности 1000 МРП То надо будет указывать Для чиновников, госслужащих, да Это норма по сумме Вплоть до ТИНКи они должны отражать зарубежные счета Зарубежные активы То есть если имеют у нас очень много граждан Которые имеют в Турции квартиры, да, свои Не отражаются зарубежные активы Отражаются цифровые активы Вот я сказала, финансовый инструмент Различные акции, облигации, ценные бумаги А, акции тоже нужны, да? Да, да, надо отразить Потому что мы их тоже недостаточно видим, будем так говорить Потом, если... Короче, все, что вы не видите, нужно отразить Правильно Все, что вы дома спрятали, нужно показать налоговикам Да, дебюторская, кредитовская задолженность Если она имеется, да, нотариально заверена Нет, за исключением задолженности перебанками То есть наши кредиты и ипотеки отражать не надо Мы это тоже с Казахстанской банкой будем получать Все, что в минусе, можете не показывать, это им неинтересно Кредиты вам, получается, неинтересны, да? Кредиты не то, что неинтересны, мы их получаем, эти данные И мы освобождаем физических лиц от отражения этого, правильно? Ну, здесь же наоборот идет Кроме того, если... То есть, условно, если у тебя там во Freedom Broker'е или там в Tabist'е есть какие-то акции Хорошо, что вы сказали, я сейчас вспомнила, что я же покупала тоже акции То есть их тоже нужно указать, да? Да, да Но это все, что я купила до 31 декабря 2023 года Да Все, что в этом году и не считается Декларация представляется по состоянию на 31 декабря 2023 года Это я говорю для тех, кто заходит в третий этап этого всеобщего декларирования То есть, кто обязан в этом году представить декларацию При этом, хотела бы сразу отметить Обязаны представить именно те, которые зарегистрированы были на 1 января 2024 года Как руководитель, учредитель юридических лиц Либо индивидуальный предприниматель на 1 января 2024 года Если, допустим, вы зарегистрирулись 2 января индивидуального предпринимателя То вы переходите у нас в четвертый этап всеобщего декларирования То есть, если вы в этом году стали заниматься бизнесом Вас эта декларация не касается Не коснется, да Вы перейдете в четвертый этап А также супруги Супруги, опять же, если брак зарегистрирован был на 1 января То будут обязаны уже заставать Даже если потом То есть, если ты бизнесмен и у тебя есть там жена То вы должны и жена тоже должна указать Жена тоже должна указать Если даже 2 января разведутся У жены все равно возникну обязательства Потому что на 1 января она была зарегистрирована в браке Я слышала о том, что нужно декларировать сумки, ювелирные украшения Если у тебя там, я не знаю, дома какой-то дорогущий диван В общем, все, что ты завтра захочешь продать Нужно все это тоже отразить в декларации То есть, если, может быть, завтра источником для пояснения какого-то крупного прилептения Да, вы имеете право Это, опять же, право, это не обязанность, хотелось бы отметить При этом тоже прописана, да, есть и стоимость за единицу этого имущества свыше тысячи МРП У нас на сегодняшний день МРП, сколько у нас, 3962, да Но так как декларация сдается постоянно на 31 декабря Это на тот момент МРП у нас было 3450, насколько я помню Правильно? Значит, если имущество стоимостью свыше 1 единица Свыше 3 миллионов 450, то вы вправе пойти к оценщику Оценить и отразить это в декларации Многие думают, что чем больше ты сейчас отразишь имущество в декларации Вот в этой, да, в 250-й форме Тем легче тебе будет жить в будущем И поэтому сейчас все стараются все декларировать, да, максимально-максимально Чтобы завтра у налоговиков не возникло вопросов То есть, чем богаче ты сейчас, тем проще тебе будет завтра Правильно я понимаю? Правильно Вообще, надо понять, да, что у нас при вхождении в систему всеобщей декларации Сдается вот декларация, она называется «Обактивные обязательства» Она сдается на дату Это не простая декларация, которую все налоговые сдают Декларацию там уже за периоды мы сдаем Здесь на дату То есть, если на эту дату имеется имущество Это все надо отразить, это одно Почему мы рекомендуем все отражать? Потому что это ваша начальная сальдо От того, как вы покажете, чтобы завтра, да, не сдавать дополнительные декларации Не возникло вопросов, если вдруг вы забыли указать ту же ценную бумагу, да, которую вы потом продали И будет источником там приобретения квартиры У вас, допустим, были какие-то там ценные бумаги В общем, к следующим покупкам у вас будут вопросы, да, всегда Ну, условно, ты покупаешь квартиру, говорит, так, откуда денежка, если у тебя в этой начальной декларации не было, условно, денег Вопросы возникнут, когда ваши расходы превысят ваши доходы Вот только тогда возникнут Вот, кстати, министр финансов об этом недавно сказал, что ко многим блогерам, он даже назвал цифру, честно говоря, ужасающую 745 блогеров, он говорит, что у них расходы превышают их доходы Наши блогеры, к сожалению, указы занижают свои доходы, да, но, допустим, при аналитике выясняется, что они приобретают квартиры, машины, драгоценности, да Ключевое слово при аналитике, налоговики сидят и анализируют Конечно, мы работаем Поэтому, так сказать, не думайте, что ваш инстаграм только люди и зрители смотрят В целом, если говорить серьезно, да, то всеобщая декларация, это же как раз признак цивилизованного государства, да Однозначно Это когда, вот если мы говорим о борьбе с коррупцией, да, это как раз-таки нам, бизнесменам, чего бояться, да Мы, у нас все хорошо, да, мы там получаем доходы Если бизнесмен честно все показывает, все свои доходы, то ему вообще нечего бояться Любому человеку, гражданину нашей страны, если он живет на свои честные, да, доходы, которые отражены, которые прозрачны, им вообще некого и нечего бояться А почему тогда у большинства людей паника, особенно по онлайн-переводам? Это больше страх Онлайн-переводы, да, очень многие не понимают вообще критерий по именно онлайн-переводам, да, как ролью Как он происходит, я хотела бы тоже вот пояснить сейчас, в данный момент У нас есть, да, критерий, будем так говорить, когда вот человеку, мне, допустим, будет поступать перевод от 100 разных лиц Это не количество переводов, а лица То есть, допустим, от вас, да, вы мне можете в день перевести 10 переводов по 1000 тенге, по 500 тенге, по 200 тенге, да, правильно? Все, но вы у меня будете считаться одно физическое лицо, которое вы мне перевод сделали И, там, ну, допустим, на работе у меня день рождения, да, там коллеги мне перевод, да, сделали Да, подарок Подарок, да, с днем рождения Вот будет считаться именно не количество переводов, а количество лиц, сколько было, да, лиц именно То есть, условно, человек занимается бизнесом, предпринимательской деятельностью, но не зарегистрирован, да, никак и... Цель, кстати, выявлять именно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, потому что от 100 разных лиц вы не получаете переводы А если вы будете заниматься предпринимательской деятельностью, тот же самый магазин, который просит вас перевести переводом сделать, у него, естественно, будет 3 месяца подряд более чем от 100 лиц переводы Поэтому, друзья, лучше зарегистрировать ИП или ТО, да, это делается очень легко через даже онлайн-приложение Сейчас, да, через онлайн-приложение наше мобильное приложение можно зарегистрироваться за 5 минут максимум Даже меньше, вы знаете свой инный, вы сдаете уведомление о том, что вы становитесь индальным предпринимателем И есть еще, друзья мои, розничный налог, но который вы сейчас опять что-то с ним хотите сделать Не мы, давайте так политику определяет Министерство национальной экономики, они нам определяют политику Сейчас пишется новый налоговый кодекс, который там вносится изменения в розничный налог Он, кстати, очень удобный же, он же как раз и придумывался для людей, которые занимаются вот купи-продай или там в магазине дома, да, потому что там очень низкая ставка 2%, но у нас, кстати, есть еще ниже ставка, 1% Это что за? Это специальный налоговый режим через мобильное приложение Вот именно здесь вообще ставка 1% Это чем нужно заниматься? Ну, допустим, вы сдаете в аренду свою квартиру, только вот ваш доход Все, вы берете, регистрируете себя, сдаете квартиру, допустим, за 100 тысяч Тут же выбиваете через мобильное приложение чек, отдаете, ну, как, отправляете в электронном виде тому арендатору, который, да Ты оплачиваешь тысячу тенге, да? Ну, кроме, а также социальные платежи, естественно, как положено Но налог, данный подоходный налог всего лишь 1% То есть если ты сдаешь в аренду квартиру, то ты плачешь 1% налога А вот розничный налог, он очень классный Его почему-то назвали потом креативным налогом, я так обрадовалась А потом выяснилось, что там рекламной деятельности нет Но сейчас его опять, да, что-то рассматривают, вносят какие-то коррективы? Сейчас, да, вносятся изменения Там будет изменена сама концепция немножко Если, допустим, у нас для розничного налога были определены там 300 с лишним видов деятельностей Которые только могут, имеют право, да, использовать специальный этот налоговый режим То на сегодняшний день, там, ну, сейчас я не говорю, он утвердится, не утвердится, еще неизвестно Но предложение такое, чтобы могли зайти все виды деятельности Но будет исключение каких-то видов деятельностей, которые не имеют права использовать специальный налоговый режим По большому счету, если так посмотреть, у нас-то, в принципе, мы платим по-божески налоги, если сравнивать там с Европой, да? Вообще, мы, не то чтобы мы мизерные налоги платим, если так разобраться Мы делали, естественно, сверку, да, со всеми подоходными налогами, да, в других странах У нас самая низкая ставка 10% Более того, если там применяются различные вычеты, да, у вас выходит, да, на подоход налог всего лишь 6%, да, где-то в целом За рубежом то же самое, если у нас дарят родственники квартиру, да, у нас бывает, да, молодоженам дарят квартиру И все, с этого налог не платится, да, потому что это было дарственное, а не в целях предпринимательской деятельности Поэтому здесь налог не платят Но если за рубежом тому, кто подарят, то же самое наследство получают, они платят налогов от 70% И некоторым даже выгоднее просто не получать это наследство, чем платить налоги Я так понимаю, что это все тоже временно, то есть потихонечку, поэтапно, постепенно ставка налоговая будет расти То есть будет расти наша экономика, качество нашей жизни, налоги тоже будут расти Я не могу вам сказать, это политика Да, ну имеете в виду, вы же как налоговик видите, вот если там с 2000-х годов, как эти налоговые ставки растут, да? Налоговые ставки, кстати, у нас понижались всегда Да? Да, всегда понижались, на сегодняшний день 10% недавно подоходный налог Были раньше прогрессивная шкала, да, помните, если сейчас у нас стандартные, там 10% и все Насколько будет там повышение, понижение, я сейчас вам не могу сказать Но, скорее всего, вычеты, те, которые предусмотрены сейчас, да, будут сокращены со временем Потому что реально в нашем налоговом кодексе очень много льгот, очень много вычетов, которые кто-то даже не использует Ваши коллеги из России просто закошмарили блогеров, да? Вы наверняка за ними тоже следите Надеюсь, вы не собираетесь, так сказать, повторять их методики Потому что там очень жестко, конечно У нас таких прям возможностей нет, будем так говорить, как у российских Почему? У них более цифровое, да, или как? У них то же самое, да, поступление по банковским счетам налоговики видят Вы не видите? Все движения, да, мы только при налоговой проверке будем видеть все движения по вашим банковским счетам Поэтому мы в этом плане ограничены За что, судя от российских блогеров, ну, по крайней мере, вот я читала, да, Блиновск, Улерчик За то, что они свои доходы раздробили, да, на кучу там ИП, кучу ТО и прочее-прочее И не платили налоги Вот у нас в Казахстане, если вдруг вы, например, начнете налоговые проверки, да По крупным блогерам, например, которые занимаются, допустим, инфобизнесом Вы... Вообще у нас это разрешено? Дробление? Я не могу вам сказать разрешено Но любое физическое лицо вправе, да, зарегистрировать нам несколько юридических лиц на себя Например, одно ТО, одно ИП, да? Ну и, кстати, вот если вообще декларирование будет, с одной стороны, решать эти вопросы Когда, допустим, физическое лицо, там, на родственника, да, у нас зачастую, да, у казахов очень много родственников И начинается, каждый просит там своего родственника зарегистрировать на себя ТО, да, бывает же такое? А какой смысл? Там же, если антикор начнет проверять, там же первый круг, второй круг, третий круг, и все выявят Поэтому, да, мы к этому стремимся, для того, чтобы потом мы это все как-то выявляли Вот, кстати, когда наши чиновники из сектора А начнут публично свои декларации публиковать? У нас в законе о противодействии коррупции прописано, что они с 2025 года должны будут опубликовывать перечень, который определяется, опять же, агентством противодействия коррупции Будут размещать их кадровые службы на своих интернет-ресурсах Но многие такие, знаете, умные, скажем, чиновники, они специально разводятся Фиктивно разводятся для того, чтобы, ну, вроде как я не женат, а жена у меня может быть богатая Но жена может ничем не заниматься, тогда у вас будут вопросы к жене? Ну, в том-то и дело, для этого и делается всеобщее декларирование Если, допустим, у супруги, ну, пускай разведенная, да, у какой-то женщины, у нее не было дохода, она нигде не работает, и вдруг она приобретает машину Естественно, уже у налоговой возникнет вопрос, откуда взята машина? Вот я, кстати, никогда таких случаев не слышала, по крайней мере, может быть, это просто у нас не было всеобщего декларирования Я ни разу не слышала вот за всю свою жизнь о том, чтобы к неработающему человеку в Казахстане у налоговиков возник вопрос Откуда у тебя все это добро? Ну, потому что вот не было еще всеобщего декларирования Мы сейчас не можем к тому человеку подойти, в принципе, можем при желании, да? Так, перепишите Почему? Это как раз-таки в ТикТок Не, ну, реально, я ни разу не слышала Ну, у нас же, как бы, многим мы знаем, да, например, допустим, старый Казахстан, Дубай весь живет, да? На что живет, как живет, вот к ним возникает вопрос, да? Ну, поэтому, смотрите, мы должны зафиксировать, для этого нам и нужна входная декларация об активах и обязательствах, которые будут зафиксированы, что человек нажил за всю свою жизнь Потому что мы, допустим, не можем прийти к той же бабушке, да, и сказать, почему, откуда у этой бабушки появилась квартира Она скажет, я там всю жизнь копила, мне вот еще вот там покойный отец оставил там клад Тоже может быть такие пояснения? То есть вы такие пояснения примете? Пока? Пока До сдачи декларации, да, можно фантазировать Короче, ребят, лучше все сдать, сейчас прям по максимуму Я поняла, благодаря этому интервью, что вот все максимально, да, ковра Чтобы завтра спокойненько объяснить, да? Правильно, да Поэтому и вводится все вообще декларировать, чтобы потом вот завтра можно было сказать Вот, ну, бабушка, извини, вот ты представила декларацию, у тебя вот на тот момент, по стане на 31 декабря 23 года Была всего лишь квартира, да, и дача Все, у тебя не было дохода у тебя, да, от этой точки, да, от точки А, будем говорить, пенсия только твоя Больше у тебя не было доходов Откуда у тебя появилась квартира в Дубае? Тогда, естественно, возникнет вопрос Поэтому и нужно всеобщее декларировать, нужна входная декларация Кто не сдаст декларацию, что ему грозит? У нас на сегодняшний день, согласно Кодексу об административном правонарушении, предусмотрено сначала предупреждение Потом, если в течение года он не исполняет, не представляет декларацию, уже 15 месячных расчетных показателей Я уже могу сказать 15 суток Но это было еще прописано давно, это для того, чтобы мы сейчас потихоньку вошли в систему всеобщее декларировано Потому что, естественно, народ не весь готов, не все знают Но откладывать вы не будете уже все, да, отодвигать сроки? Куда откладывать уже? Ну, просто 15 сентября как бы рядом, а половину еще не сдали Ну, половина, будем так говорить, очень финансово грамотного населения Это вообще стыдно, если честно, да, чтобы за два месяца у нас еще 50% не издало активного, да, населения То есть в следующем году вам будет еще хуже? Вы знаете, да, вот мы если сравниваем вот на сегодняшний день представление декларации Получается, регионы, кстати, вот, которые там, сельские регионы, да, они лучше представляют декларацию Они более дисциплинированы, чем те же города Алмата, Астана, Шимкент А если человек, скажем, вот сдавал декларацию, да, условно, и что-то забыл указать? Он может представить дополнительную декларацию, но в течение срока исковой давности Если, допустим, у нас срок исковой давности 3 года Вот, допустим, мы вошли, госслужащие зашли еще в 2021 году У нас уже нет возможности представить дополнительную декларацию за 2021 год Ну, за, мы тогда сдавали по состоянию на 31 декабря 2020 года У меня уже такой возможности нет То есть потом доздать можно, дописать, да? Да, но, опять же, там есть тоже нюансы Если дебюторско-кредиторская задолженность Нотариально будет заверена уже после представления декларации Она тоже не будет приниматься Поэтому желательно в первоначальной декларации все сразу отразить И за должности, и кому вы должны, и кто вам должен, да? И те же самые оценку сделать до представления своей первой яичной декларации Я думаю, что больше всего всеобщей декларацией радуются оценочные компании, да? Оценщики У них работа сейчас прибавилась Ну, с другой стороны, идут к нему кто? Только богатые люди Пусть богатых у нас в Казахстане будет больше, да? Согласна Почему у нас вот как-то в Казахстане не хотят платить налоги? Потому что мне так кажется, что все равно мы немножко еще, наверное, не созрели У нас... Вот сейчас, кстати, отрабатываем с Министерством просвещения Чтобы начинать детей с малых лет учить Куда идут налоги, для чего, как исчисляются налоги То есть потихоньку мы начнем уже наше новое поколение И изучать, и изучать... Ну, и вы сами, наверное, заметили, что молодое поколение уже совершенно по-другому думает Они считают, что уже платить налоги, это правильно, да? Лучше я буду честно и прозрачно жить, чем скрываться от кого-то То есть мы потихоньку взращиваем это Вообще, если вот так вот вспоминать даже историю Да, мы с вами сейчас говорили, что больше 20 лет, да, в налоговой службе Если помните, раньше вот налоги, как платили, были амбарные книги большие, да? Где писали, какая квартира, сколько заплатила налогов Да, сейчас у нас уже информационная система Если раньше налоговая отчетность, да, те же самые бухгалтера, юридических лиц Сдавали талмутами, носили в налоговую, бегали, да, сумками Сейчас все онлайн Сейчас все онлайн, все легко и просто Более того, я вот помню тот момент, когда бухгалтера округались на налоговиков Вы что, вы запридумали информационную систему? Не буду я сдавать через электронную, да, систему А сейчас, не дай бог, у нас там система наша там на 5 минут встала, да? Очень много жалоб поступает Люди уже привыкли, то есть мы растем, мы развиваемся И это очень же хорошо, здорово Четвертый этап всеобщей декларации уже следующий год, да, 25-й год Поэтому если в этом году помучаются сейчас бизнесмены чуть-чуть, да, их супруги И в следующем году уже должны будут сдавать все просто, да И тогда налоговики будут знать все о каждом гражданине Казахстана Ну, будем так говорить, мы и так про вас все знаем Наивная Не, ну имеется в виду Вы же все равно просите нас там дописать какие-то, я не знаю, может, что мы смогли спрятать Чтобы вы могли зафиксировать, будем так говорить Давайте так, зафиксировать Вы это зафиксируете, да, и мы от этого начнем общую точку, да И то, что вы вот на тот момент приобрели, налоговики не будут лезть и спрашивать Откуда у вас вдруг появилась там этот автомобиль То есть, получается, можно сказать, что с 26-го года человек, который нигде не работал или не работает, да, то есть у него нет вот этой истории, бэкграунда, но у него там условно что-то начнет появляться или уже есть, то вы начнете вот эту, так сказать, охоту, да? Это человек, он должен зафиксировать то, что у него нажито за всю его жизнь А если он не работал всю свою жизнь, но у него куча всего, у вас будут к нему тоже вопросы? Нет, не будут Налоговые органы, да, зафиксировано законодательно, что мы не будем проверять источники тех активов, которые будут на момент представления декларации По сути, это легализация, да? Ну да, ну просто не любим такое слово легализация Ну если так посмотреть, да Все, что мы задекларируем сейчас, все, к этому вопросов не будет, а потом в последующем уже будут, да? Правильно, да Поэтому если вы безработный, но очень богатый, то уж лучше все это показать, да? Лучше сейчас показать, но если потом вдруг у вас появляется какой-то актив, да, а вы в статус имеете безработного, естественно, возникнут большие вопросы к вам Поэтому, друзья мои, платите налоги, спите спокойно Вот эта форма 250, она же, в принципе, несложно сдается? Она вообще очень легко сдается У нас есть мобильное приложение наше, есть ЛКЗАМАТ Вот открывайте, авторизовывайтесь, да, и там буквально мы предусмотрели все Мы сделали справочники, да, тот же самый, коды валют, коды стран Все там легко и просто Еще спасибо, что смски все время отправляете А платите Смс и звоним Все, налоговики уже все ближе и ближе, все ближе и ближе Уже просто утро, брат, просыпаешься и, может, с налоговой уведомлением Но мы стараемся про активный сервис предупредить всех, что потом завтра... Но мне нравится, честно, мне нравится, что и налоги, и штраф, вот это все приходит тебе сейчас на телефон И ты на автомате, ну, ты видишь, что ты там нарушил или где-то там у тебя пеня То есть у тебя не нарастает, да, вот эта проблема И исчисляет вам, предупреждает, да, коммунальные услуги вы сейчас говорите, да, к вам пришло уже сразу Сколько заплатить налогов, все вы платите Мы сделали сервисы, да, работаем с банками, да, вы знаете И Халыкбанк, и Каспийбанк, да, вам выходят предстоящие платежи, сколько налогов Выходит задолженность налоговая, сколько вам заплатить Ну, мы стараемся, и банки стараются все сделать для того, чтобы нашим налоговичкам было легко и удобно И, кстати, 250-я форма декларации не только в нашем мобильном приложении И в тех же банках, Халык, БЦКбанк, Каспийбанк, все тоже предоставили свои сервисы Дина, спасибо большое На самом деле, видите, налоговики не такие уж и страшные люди Очень милые, хорошо все объясняют, рассказывают Поэтому, друзья, давайте все укажем Времени осталось совсем немного Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, конечно же, нужно платить налоги Иначе, как у нас будут появляться новые больницы, новые школы, хорошие дороги Да, это все, конечно, на благо, во благо нашего государства Дина, спасибо большое Ну, еще хотелось бы дополнить, да, вот сейчас, наверное, предприниматели заходят Вот кто скрывает свои доходы Ну, государство делает все специально налоговый режим Вы знаете, да, вот знаете, от одного до трех процентов Сейчас лучше показать все доходы, заплатить эти 1-3 процента Чем потом завтра налоговики придут, выявят И вы заплатите 10 процентов Поэтому выгодно, честно показывать все свои реальные доходы Продолжение следует... Продолжение следует...